С нами из Брюсселя на прямой связи Андреа Калана, она официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов. Андреа, рад вас видеть. Рада вас видеть тоже. С этого марта в Брюссель прибывает президент США Джо Байден на экстренный саммит НАТО. Уже известно, с какими тезисами он будет там? Естественно, он будет встречаться с другими лидерами в НАТО, чтобы обсуждать ситуацию в Украине, как НАТО может поддерживать Украину. И очень важно, чтобы показать, что мы едины в нашей позиции и продолжаем настаивать на то, что Россия отвезла свои силы из Украины и дескалировала ситуацию. Потому что это уже 23-й день этой войны, и нужно уже положить конец войне. Знаете, ровно же это 24 марта, это ровно месяц будет, как началась так называемая военная операция россиян против нашей страны. В этом тоже есть определенный символизм, что ровно через месяц этой войне конец может положить, в том числе и лично президент США Джо Байден. А вот как он оценивает действия Владимира Путина, сейчас услышим. Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другой публикой, выступающие все вместе против смертоносного диктатора, чистого бандита, который ведет аморальную войну против народа Украины. Мы должны быть едиными, и мы определенно таковыми являемся. Жестокость Путина, его действий и того, что делают российские войска в Украине, это попросту бесчеловечно. Вот такие заявления с таким прямо эмоциональным окрасом, и кровавый диктатор, и чистый головорез. Джо Байден очень интеллигентный президент, интеллигентный человек, в принципе. Я следил за его избирательной кампанией, она была очень взвешенная, и в целом достаточно интеллигентная, особенно в том ракурсе той политической борьбы, которая на тот момент происходила. Мы помним прекрасно тот период все. Но сейчас, видите, прибегает руководитель США к таким уже очень жестким оценкам в отношении Владимира Путина. Видимо, уже так достала эта война, вот если называть вещи своими именами, что политическое руководство и политик такой величины, как Байден, вынужден использовать эти слова, чтобы описать политику Владимира Путина. Андрея, но действия дипломатического характера, вот что сейчас на повестке дня у Соединенных Штатов, может быть, что-то новое есть, что США готовы сделать для подавления агрессии Владимира Путина? Ну, как мы видим, президент Байден выделил еще средства, чтобы поддерживать Украину, чтобы Украина могла бы защитить себя даже более эффективно. Так что это огромная сумма денег, и мы будем поддерживать дальше. Мы все видели, как президент Зеленский говорил с Конгрессом и очень эффективно объяснил им о ситуации в Украине, и это имело большой эффект на их позиции. И президент Байден, как вы сказали, он очень, ну, мы все чувствуем, что нужно помочь Украине по максимуму, потому что мы видим по телевизору, как люди страдают, женщины, дети, как, ну, это просто, ситуация просто сложно видеть и не действует. Так что президент Байден приезжает сюда, будет встречаться со своими, с другими лидерами, чтобы показать, что мы едины. И кроме этого, сегодня не забудьте, что президент Байден будет иметь звонок с Ци Зинпинг из Китая, чтобы говорить о позиции Китая в отношении Украины. И это очень важный звонок, чтобы, потому что президент Байден будет иметь возможность объяснить наши позиции, и почему это важно положить конец этой войне. Да, и эти переговоры между президентом Байденом и президентом Си проходят прямо сейчас. Телефонный разговор, он касается ситуации в Украине, об этом уже сообщают и американские, и китайские медиа. Белый дом заявил, что переговоры будут сосредоточены на вопросе российского вторжения, российской войны против Украины. И накануне госсекретарь США Энтони Блинкен также сказал, что Россия пока не настроена на дипломатическое взаимодействие. Давайте послушаем госсекретаря. К настоящему времени я не видел значимых усилий со стороны России, направленных на то, чтобы прекратить дипломатическим путем войну, которую она ведет. Мы поддерживаем усилия Украины, направленные на деэскалацию дипломатическим путем, на прекращение огня и, конечно, вывод российских сил. Если дипломатия в итоге возьмет верх, и есть что-то, что мы можем сделать для поддержки этой дипломатии, поддержки исхода, который восстановит независимость Украины, мы, разумеется, изучим это и, уверен, сделаем. Также Блинкен заявил о том, что Китай понесет ответственность за любые действия, которые Пекин предпримет для поддержки российской агрессии. Андреа, на каком этапе сейчас отношения США-Китай, если так вот сжато, но понятно объяснить это нашей российскоговорящей аудитории? Ну, это очень важное отношение между США и Китаем. Мы конкуренты. Это очень важно, что мы можем иметь возможность говорить о тех областях, где у нас разногласия, и тоже говорить там, где мы можем действовать вместе. И именно в этой ситуации в Украине мы можем действовать вместе. Китай, мы будем объяснить, как вы сказали, как президент Байден сказал, и как гостяк Блинкен сказал, будем объяснить, какие следствия будут, если Китай будет поддерживать Россию в этой войне. Так что это очень сложное отношение между США и Китаем, но важное. И именно из-за этого президент Байден будет, он как раз разговаривает с президентом Китая сейчас. Украина получит от США оружие на 1 миллиард долларов. И заявила также Оксана Маркарова, это посол Украины в Соединенных Штатах, что решения принимаются по отправке оружия в Украину. Просто с минимальной какой-то бюрократией все решается очень быстро по поддержке Украины. Андрей, а вот то состояние, в котором сейчас находятся Конгрессы и в целом общество американское, как бы вы его описали в плане украинской позиции, вот, общие настроения, ну понятно, они проукраинские среди элиты, скажем так, политической элиты, а среди обычных граждан, среди обычных американцев, какое ваше наблюдение их настроений? Ну, мы видим, что американцы поддерживают Украину. Американцы видят по телевизору, они слышат от политиков о ситуации. Ну, кроме этого, не знаю, ваша аудитория видела, но даже Арнольд Шварценеггер вчера опубликовал видео, в котором он сказал, что он объяснил ситуацию в Украине, и что российские солдаты должны понимать, что они воюют зря, что Путин не говорит им правду о ситуации. И это было очень убедительное и очень эмоциональное видео. И я думаю, что это показывает то, что американцы, прости, американцы, американцы не в Вашингтоне, не в Нью-Йорке, но вот, например, я из Техаса, и я слышу это от своих родственников, от своих друзей, что они знают, как это важно положить конец этой войне, и они поддерживают Украину. Украина.